Расчет череши. Думаю, что вода близкая, поэтому подскажите, нет ли сорта вишни для данной почвы. А, ну вишни в целом есть, вишня это та же как яблони и та же как сливы. Если семечка, у него будет нормальный корень. Он не пойдет там на 10 метров, как груша или абрикос, но 2-3 метра будет. Как получалось, я всегда стараюсь как-то поподробнее. Вот косточка, семечка, так в природе упала, получился семец. На 2-3 метра вниз ушел и вдруг поднялась вода. Так бывает. Я вот забыл, кстати, одна фотография, Александр, чтобы ты привезла, бесценная. Там срез грунтовыми водами. Я на такой фотографии всю жизнь мечтал. В всю жизнь мечтал. Но это потом, сейчас уже не найду. Так вот. Получается, корень уперся и начал вымокать. Рано или поздно вот этот саженец, вишня или это, допустим, черешня или это, должна бы погибнуть. А так как это повторялось миллионы, миллиарды раз, что произошло изменение генетики самого дерева. Смотришь, оно погибать собирается. А метры в двух росточек от корня. А он является ногой. Он пошел в бок. Он пошел искать место, где вот тут вот, почему тут ценные фотографии, там видно будет. Вот тут вот раз уперся, а он на 2 метра раз вылез росток. А через 2 метра, там уже 3 метра до воды. Ага, нащупал. Он дальше шагнул через 2 метра. А там 4 метра до воды. И вот он нормально развивается. Там он дал плоды, дал с нового поколения. Он нашел себе другое место. И вот эту способность мы используем по-хитрому. И даже я бы сказал по-варовски. Но нет подходящих фотографий. Они есть, только их надо специально. Итак, растет вишня. Вокруг, что мы с вами летом делали, вспоминайте. Отрезали корни от материнского растения. То есть делали отдельное растение, чтобы у него развивались собственные корни. То есть мы сотворили, в общем-то, по отношению к деревам, вороса дикая. Нам нужны были вишни на подвой. Пока она пуповидно не отрезана, это часть дерева. И хотя и один год или два, на самом-то деле, ему те же 30 лет, допустим, как материнскому дереву. И кормится она, и корни плохие. А в этом-то и заключается секрет, что в дальнейшем что? Взяли отводок, а он уже не растет, как сени с такой высокой высокой. У него другое предназначение, выжить. И мы это используем. Значит, посадили мы там, где 2 метра до воды. Смотришь, растет. То есть уже отводок яблони. Мы же берем отводки из сибирки, вот, используем, да? Вот, отводок сливы. Китайские сливы размножаются, как тараканы. Так же лезут. Вот это я хотел сказать. Так, и, наконец, подскажите эти сорты вишни для данной почвы. Речь в данном случае идет не о сорте вишни, а вот. А речь идет о том, что вид вишни степные. Это как полоскустальники, правильно? С, эти самые, вишни песчаные, войлочные. Уже хорошо, раз вода близко. Черешню на них привить, а ведь пианиста привил. Кушает череш? Вы ели череш? Ели. Вот еще вариант. Вот, и, наконец, все-таки, неважно, какой сорт вишни, отводки, 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 а у них нет центрального корня. Все. Вот я ответил на вопрос. Ну, конечно, если бы лучше подготовился, тут было бы десяток фотографий. Продолжение следует...